Здравствуйте, меня зовут Романюк Александр, я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня я расскажу вам про обрезку красной смородины. Перед обрезкой всегда оценивают состояние куста, длину и толщину годичного прироста, наличие и состояние нулевых побегов. Куст достаточно стар и загущен, ему более 15 лет. Начнем с удаления наклоняющихся к земле многолетних веток. Часто вокруг кустов ставят подпорки, чтобы предотвратить разваливание кустов, но это в корне неверно. Многолетние ветки у плодовых кустов и должны постепенно отклоняться. Если же этот процесс разваливания кустов происходит слишком быстро, это говорит о загущенности кустов, где вместо одной крепкой ветки выросло несколько слабых вытянутых веток, падающих на землю при минимальном урожае. Постепенное провисание веток это естественно. И самый главный плюс в данном процессе это осветление центра куста, позволяющее вырастить крепкие нулевые побеги, омолаживающие куст. Если вы стянете подпорками куст, то это как бы уменьшит его срок его жизни. Желательно удалять ветки без пеньков под уровень земли, чтобы со временем не получить ежа из старых отмерших пеньков, сильно затрудняющих обрезку. Ранее куст был недостаточно заглублен при посадке. Это привело к затруднению при появлении нулевых побегов, без которых куст очень быстро стареет. В связи с этим был установлен вокруг куста пластиковый борт и засыпан землей. По проистечении нескольких лет мы получили достаточно широкий куст с нулевыми побегами. Биологически все растения и не только кусты склонны к самозагущению для борьбы с конкуренцией. Поэтому-то и требуется помощь садовода растению. А с конкурентами наших плодовых кустов лучше бороться с помощью мульчирования. Жизненный цикл плодовых веток у красной смородины больше, чем у черной и чуть-чуть меньше, чем у крыжовника. Ветви красной смородины способны плодоносить до 5-7 лет. Если на многолетних ветвях начинает затухать или уменьшаться годичный прирост менее 15 сантиметров, то это и говорит о том, что надо избавляться от этой ветки и дать дорогу в данном случае свет молодым веткам. Нулевые побеги у красной смородины – индикатор развития куста. Если их нет или они слабые, менее 50 сантиметров, значит надо больше проредить куст. Первым под секатор должны попасть самые старые, старше 5-6 лет ветки. Возраст веток можно посчитать по сильным разветвлениям, но конкретная цифра возраста ветки для красной смородины не принципиально, важнее ее состояние. Поэтому иногда лучше удалить несколько слабых средневозрастных 3-4 летних, чем удалить одну старую, но крепкую, удачно расположенную ветвь. В нашем случае куст еще достаточно густ, и мы продолжим прореживание его от слабых угнетенных веточек в середине куста. Кончики же веточек и разветвления побегов на периферии куста самые плодоносные, поэтому их мы не трогаем. Также и с молодыми нулевыми ветками. Если у вас в этом году не выросли крепкие под 50-70 сантиметров однолетние нулевые побеги, не стоит огорчаться. Вырежьте их, проредите куст сильнее, подкормите его. Главное уяснить, что больше урожай дадут несколько крепких, хорошо освещенных веток, чем десяток хилых, удышающих друг друга. Надеюсь, после наших советов по обрезке красной смородины у вас все получится. А в следующем ролике мы расскажем вам про обрезку черной смородины. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал Процветок, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До свидания.